Я предлагаю начать наше заседание в Управляющем Совете и проголосовать за эту повестку, с которой вы ознакомились. Кто за? У тех воздержались. Итак, я предлагаю продолжить нашу работу согласно данному повестнику. В данном учебном году у нас с вами произошли изменения в нашем Управляющем Совете. У нас есть сотрудники, которые были членами Управляющего Совета и после учебного года уволились. Есть у нас родители, дети которых покончили обучение в нашей образовательной организации и, соответственно, они точно также вывели из нашего Управляющего Совета. Я напомню вам, что в положении в Управляющем Совете, которое размещено на сайте нашей образовательной организации, есть пункт, который нам говорит о том, как организуется, формируется Управляющий Совет. И в данном пункте 3.9 говорится, что если есть сотрудники, которые уволились с работы, в случае, если обучающийся выбывает в учреждении, то после вывода из состава Управляющего Совета и его члена, Управляющий Совет принимает меры для размещения выведенного члена в общем порядке. Поэтому я предлагаю именно в первом пункте согласовать новый состав Управляющего Совета. И хочу вас познакомить с новыми членами Управляющего Совета, которые в этом учебном году будут вместе с нами работать. Сотрудник, который представляет у нас дошкольные отделения нашей образовательной организации, Мороз Дарья Побовна. Родитель, который тоже представляет дошкольное наше отделение, Себастьянова Олига Александровна, Медведева Лидия Геннадьевна. Очень приятно у вас видеть в нашем управляющем Совете. И учащиеся нашей образовательной организации по поводу Елиссавета. Представьте, чтобы вас увидели, ты на горе, поделись. Вот такой дружной командой мы с вами начнем нашу работу. И точно так же вы знаете, что в состав Управляющего Совета входят кооптивные члены, которые добавляются к нам, для того, чтобы наша работа была более продуктивной. И в этом году к нам присоединиться Локтионов Виктор Васильевич. Я сейчас слово дальше передам Ярославу Николаевичу, но попрошу вас запомнить, во-первых, лист регистрации, я сейчас выпущу, и в анкету членов Управляющего Совета. Здесь вы заполняете должность, вместо работающего, соответственно, ребята пишут в школу, учащихся, телефон и электронная почта. Я остался, Локтикович, вам спасибо. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые члены Управляющего Совета. У нас на прошлый год у вас проведена очень большая, качественная, как мне казалось, работа. Я уверен, что в один раз в работе будет еще больше. Уверен, что каждый из вас может внести достойный вклад и вверху в то дело, которое мы делаем вместе. Потому что у нас Управляющий Совет не просто какое-то эффективное собрание для каких-то вещей, а мы действительно здесь обсуждаем и решаем те вопросы, которые важны, прежде всего, обучающимся, и родителям, и сотрудникам школы. В связи с этим, сразу же хочу всем вам напомнить, что у нас есть группа в WhatsApp, в которых включены все вы. Если у вас возникают какие-то вопросы, замечания, предложения, обязательно пишите. Если есть вопросы, которые вы не хотите обсуждать в WhatsApp, вы всегда можете их задать либо мне, по почте, позвонить по телефону, написать, например, для Оксаны Анатольевны, или любовь Анатольевны, которая является у нас секретарем Управляющего Совета. Об этом чуть дальше подробно. С этого года, помимо тех изменений, о которых сказала Оксана Анатольевна, вот у нас есть новый представительный коллективный член, это Владимир Викторович Викторович. Он выбрал не случайно. Он является выпускником школы Достоевского, одного из его учебных корпусов. Он является всегда нашим почетным гостем, присутствует на всех наших торжественных праздничных мероприятиях, всегда оказывает нам посильную помощь. Мы всегда рады ему, уверены, что в нашем Управляющем Совете он займет достойное место. В связи с чем дальше продолжение по поводу наших членов Управляющего Совета. Екатерина Алина Власова сегодня, к сожалению, не присутствует, и она просила снять с нее кандидатуру председателя Управляющего Совета. Не привык, потому что она по своим причинам ребенок заболел, но она готова остаться в Управляющем Совете, но на должности заместителя Управляющего Совета, если не ЮСБИ. Здесь чем? У меня есть предложение председателем Управляющего Совета назначить вновь, добавленным членом этого Совета, это Лаптионов Виктор Васильевич. В связи с этим хочу за данную кандидатуру, чтобы вы проголосовали за, против или воздержались. Если есть другие кандидатуры, предлагайте их сейчас. Если кандидатуры нет, тогда давайте проголосуем за кандидатуру председателя Управляющего Совета на 2019 и 2020 учебный год. Кто за, против, кто сдержались. Хитина на класс, Виктор Васильевич. Я поздравляю. Спасибо. Управляющий совет Управляющего Совета школы и недостатей. Одну из лучших школ. Одну из лучших школ. Дальше второй вопрос по поводу. Нашим сервисом. Да, вот есть у нас группа по ЦАПе, есть почта, это все можете написать. Также хочу сказать, что с этого года члены Управляющего Совета будет доступна такая функция, как «Расскажи мне, что не так», назовем ее пока так. Это будет Google документ, в который вы абсолютно анонимны, потому что анонимны, но как-то более правдивы. Вы можете написать все те вещи, которые вам не нравятся. К примеру, вот видите, что вот, не знаю, дерево какое-то неправильно стоящее, забор сломанный. Вот все, что видите, и вам кажется, что должно быть по-другому, вы нажимаете буквально несколько кнопочек, вся эта информация приходит ко мне. Я смотрю, если это действительно не соответствует, оперативные сроки на это устраняем. А если, ну, что-то, ну, бывает такое. Вот, вчера на сайте такой вопрос интересный пришел от Артема Великого, человеку себе очень высокого мнения, он просто задает, сколько ничьи жалований у любителей, когда я хотел фольклорно написать. Но, тем не менее, такая функция появится, она появится в группе, в WhatsApp, и опять ссылочка будет на Google документ, то есть форма определенная, которую вы заполняете. И вот, точно так же, как и в прошлом учебном году, напоминаю вам о том, что по положению о нашем управляющем совете часть вопросов мы можем решать дистанционно, то есть согласование каких-то положений, согласование каких-то регламентов, документов. Если он не сильно важный, этот документ, является, например, приложением, мы можем согласовать дистанционно. Для этого этот документ отправляется вам, он устанавливается в срок До 20-го числа нужно с ним ознакомиться, все замечания и предложения внести, после чего мы его уже выносим на повестку следующего заседания Управляющего Совета, либо прописываем строчку о том, что он согласован в решение с дискомфицированным. По первому пункту для меня все. Александр Анатольевич. Это заседание, которое проводится не беже одного раза в квартал. Для решения острых необходимых вопросов могут созываться в неочередные заседания Управляющего Совета. Информация о дате проведения заседания Управляющего Совета сообщается за неделю до проведения заседания. Заседания Управляющего Совета носят, как правило, открытый характер. Для осуществления вопросов поездки дня могут быть приглашены дети, не являющиеся членами Управляющего Совета. И мы с вами должны помнить, что мы с вами серьезная общественная организация, и выпускать заседание Управляющего Совета мы с вами можем только по уважительной причине. Предлагаю вам перейти к следующему пункту нашей повестки. Это согласование плана работы Управляющего Совета. Так как на сегодняшний день у нас с вами обновлен состав, я предлагаю нам с вами поработать с планом работы совместно. Вам будет открыта данная форма, план работы, где вы можете ее изучить, может быть, дополнить теми пунктами, которые вы хотели бы, чтобы мы в течение года с вами обсудили, приняли в работу, да, что-то изменили, или, например, может быть, какие-то пункты вам окажутся неуместными. То есть до следующего заседания Управляющего Совета мы сможем как раз с вами над этим планом работы немножечко поработать индивидуально, и уже на следующем заседании план работы нашего Совета принять. Прошу проголосовать за это. Кто за, против, вы сдержались. Все. Тогда мы с вами по этому пункту так и поработаем. Далее. У нас в Управляющем Совете обязательно существует комиссия, которые разбирают какие-то более конкретные вопросы. Первая комиссия по организации безопасной и здорово-стерегающей среды, обеспечению условий обучения материально-технической базы. И вторая комиссия по урегулированию скорых между участниками образовательных отношений. Поэтому на сегодняшний момент мы должны с вами сейчас выбрать членов Управляющего Совета, которые войдут в данные комиссии. Комиссия, которая у нас отвечает за здоровье, сбережение и безопасную организацию, внутри нашей образовательной организации. Есть родители, которые уже у нас как бы изъявили желание поучаствовать. Это Гласова Екатерина Альбовна, Тимофея Васильевна Александровна, Лиронова Снежана Викторовна. Я предлагаю в данной комиссии избрать по 5 человек. Предлагаю такой состав. Три родителя, один сотрудник и один обучающийся. Итак, у нас с вами комиссия по организации безопасности и здорово-стерегающей среды. Родители уже уйдили желание принять участие. Нам надо выбрать с вами сотрудника и учащегося. Ваше предложение. Обратите внимание, что у вас на столах я специально положил план работы, да, на комиссии, чтобы вы немножечко представляли, да, в каком направлении мы с вами будем работать. План их может быть корректировать также, мы с вами можем скорректировать. Но это основные моменты, на которые будет останавливаться работа комиссии. Сотрудник и учащийся. Предложитель. Безопасность? Да. И здорово-стерегающей среды. Три родителя у нас уже. Мальчик, ты что? Мальчик, ты что? Поговорим, тебя попросят. Ничего страшного, я уверен, что ты с этим устраиваешься, у тебя пойдет сок, сильно тебя цена не будет за 10. Все записано, да? Да. Так, и сотрудник. И Собаева, пожалуйста, на этот вопрос. Да. Давайте, да. Вы сейчас другую, а вы сюда еще не переживаете. Да. Здесь вторая комиссия урегулирования отношений, да? Да. Вторая комиссия – это урегулирование отношений между участниками образовательного процесса. Точно так же нам надо с вами сейчас выбрать представителей от родителей трех человек, одному сотруднику и одному включающемуся. Ваше предложение, пожелание? Мы оттенимаем. Вы померили, называйте и записывайте. Так, еще. Так. Ученик есть? Один родитель есть? Так, тебе два года. Так, еще. У вас забыли, что? Нет, два родителя еще. Давайте, я тебе на левую. Она уходит у нас в комиссию по безопасности и здравоохранительной среды. Она может входить и в другую комиссию. И еще один родитель нужен. Ну, нам в эту комиссию должны войти представители каждого образовательного учреждения, которые ваши были, да, существовали до этого. Потому что именно на этой почве могут быть некоторые сложности в этой жизни. И самое главное, что эти же люди будут доносить эту информацию у себя. Там же старые связи, и они как бы и есть, были, и будут. Ну, вот Медведева, Валентия, Геннадьевна, это представитель дошкольной. Руки решения у нас. Еще парень. Вестерина Олеговна, это представитель Краснодарской. Ну, оказывается, Краснодарской. Она, может быть, не все сегодня присутствует? Ну, так, практически все. Кто у нас? Родители. Перемьтесь, пожалуйста. Родители. 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 А вы, представьте, первую комиссию. Ну, можете и на вторую комиссию. Ну, раз у нас хотя бы, опять же, отлично. Я буду дружбек родителей. Вот. Ну, а вы родители же, пятый. Ну, корпус такой. Пятый. Так, фамилию можно мне еще раз? Вот, кто вошел у нас. Как ваш праздник? Я же Родиона. Итак, у нас с вами сформированы составы наших комиссий. Я прошу вас обратить внимание на план работы, который у вас перед вами лежит. Мы можем с вами точно так же, как с планом работы Управленного совета, да, подумать над планами работы комиссии, и можем что-то добавить, проектировать, и на следующем Управленном совете также и план работы согласовать. Итак, я предлагаю проголосовать за выбранный состав комиссии и за то, что мы с вами на следующем Управленном совете уже более точно согласуем план работы данных комиссий. Кто за, кто за, кто против, кто сдержанность, одинокласно. Итак, я предлагаю сейчас на Управленном совете послушать небольшой отчет по работе нашего образовательной организации и о тех изменениях, которые мы закламируем в данном учебном году. Я предоставляю слово заместителю директора по ресурсам Анастасии Борисовны Блиновой по вопросу о согласовании положений. Добрый вечер. Я бы хотела согласовать положения, вернее, изменения в те положения, которые у нас уже сфилосованы. Значит, первое положение, которое я бы хотела согласовать, это о порядке организации присмотра и ухода за детьми в группах поддонного дня, а также насчет предзимания платы с родителей за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах поддонного дня. В это положение мы добавили пункты о льготах по оплате данной услуги. В связи с тем, что в этом году у нас открылись платные объединения, шаг-питерки, начальная школа во всех учебных корпусах. Соответственно, если ребенок посещает и эту образовательную услугу плановую, и группу по присмотру и уходу, то на основании согласования с управляющим советом, который, как и здесь прописано, и на основании приказа руководителя мы предоставляем уходу в размере 30% от стоимости услуги по уходу и присмотру группы поддонного дня. Поэтому этот пункт внесен в это положение 8.7. Этот пункт согласен таким образом, что на основании и условиях определяемых образовательной организации по согласованию с управляющим советом учреждения льготы от суммы ежемесячных платов за содержание детей могут устанавливаться для имеющих категорий детей и семей, о чем руководителем образовательной организации выносится соответствующий приказ. Соответственно, такой пункт мы прописали в договор о уходе и присмотре группы в проносовом днях и, соответственно, в положении. Это первое изменение. Второе изменение. У нас есть кадетские классы. Все вы знаете, седьмой отказался. И у нас не было положения в кадетском классе, и мы его разработали. Данное положение в кадетском классе, оно регулирует правоотношения в сфере образования, складывающие именно в проекте профессионального образования кадетских классов. Условия открытия кадетских классов здесь прописаны в порядок, приемы обучающихся. Дальше организация образовательного процесса в кадетском классе, в связи с тем, что у них учебный план вносится, дополнительные образовательные учебные часы, которые здесь также прописаны. Дальше то, что обучение в кадетском классе осуществляется в режиме прогноза учебного дня, до 18.30. Также здесь правовое положение участников оговорено, что обязаны работа родителям, что обязан офицер воспитатель, который до 18.30 следит за этими детьми. Перевод и исключение из кадетского класса. К этому положению в дальнейшем мы хотим точно так же согласовать порядок отношения формы и порядок взаимоотношений между детьми. Вот такое положение. Следующее положение, которое у нас тоже, оно все согласовано, но на основании приказа, который был издан в конце прошлого года в департаменте образования в отношении должностного оклада учителя. Ранее в должностной оклад учителя включались такие ежемесячные доклады, как функции классного руководителя и доклады за проверку сетраны. Но этот приказ вносит изменения в части оклада, что в оклад учителя это не вносится, а вносится в стимулирующие выклады, как ежемесячную докладу за выполнение функций классного руководителя и ежемесячную докладу за проверку сетраны. Поэтому мы внесли такие пункты в положение системы оклада труда работников в части именно оклада учителя и в части стимулирующих выкладов. Все. Есть вопросы? У меня вопрос. А если это у родителей, которые как-то учитывали, они не обратились заявления, как бы в таком случае? Но дело в том, что мы действительно прописали в этом году именно заявительную форму, потому что на сегодняшний момент мы, конечно, как бы обладаем информацией, но не в полном объеме. То есть мама, например, некоторые мамы, те же из многодетных семей, они иногда не заявляют льготы, говоря о том, что они в достаточной мере могут оплатить все образовательные услуги в нашей организации, и им эта льгота не нужна. Поэтому, собственно говоря, заявительная форма, она и гласит о том, что родитель говорит о том, что действительно хочет получать эту льготу и прилагает к нему соответствующие деньги. Спасибо. Ну, я считаю, что в данном случае в положении конкуренного дня, то, что мы внесли льготу 30%, это только улучшает, скажем так, нашим родителям. Аккуратно, в дополнительном образовании. Есть еще какие-то вопросы? В каких вещах нам хотелось бы больше услышать голос родителей. Почему? Потому что здесь, я не хочу сказать, конфликт. Мы все-таки разумом по этой цели. Для того, чтобы потом просто не было никаких разговоров. Если есть какие-то вопросы, их надо решать именно на заседании на управляющем сайте. У нас заседание Ктур Васильевич открытое. Все заседания знают, на сайте есть. Мы никогда не закрываем двери, грубо говоря, тем, кто хочет прийти. Поэтому весь протокол, он сейчас записывается. Все это выкладывается на YouTube, на наш канал. Все вопросы могут родители увидеть. Помимо этого, у нас параллельно сегодня какое-то родительское собрание, в котором, грубо говоря, часть этих вопросов уже освещается о том, что мы вносим в такую новую функцию, о том, что 30% предоставляется тем родителям, которые пользуются двумя услугами в нашем образовательном учреждении. Мы предоставляем такой пакет услуг. То есть, если ребенок посещает группу продвижного дня и шаг к пятерке, то, соответственно, шаг к пятерке там 10 часов в неделю предоставляет учитель начального класса. Поэтому, как бы, ну, для родителей действительно это будет накладно. Поэтому, собственно говоря, 30% скидка это за пакет услуг. Это очень хорошее предложение. Мы просчитали, мы слишком длили. Для меня последний небольшой вопрос, наверное, по статистике с другими образовательными учреждениями нашего района. Что мы можем сказать о тех суммах, которые сейчас платят родители? Они находятся на уровне, больше, ниже? Ну, у нас некоторые услуги даже ниже находятся, скажем так, услуг, которые предоставляют Завлюбленную. Например, вот, как раз у меня второй вопрос, это платные услуги, то есть согласование стоимости в месяц. Это стоимость обучения у нас размещены на сайте, на официальном, в разделе платные услуги. Вот. В этом году это сколько? 11 листов, да, мелких листов? 26 листов. Да, столько огромное количество объединений мы открыли, для того, чтобы удовлетворить все потребности. У нас есть и техническая направленность, и спортивная здравительность, и настольная тренировка. У нас есть и для взрослых, в том числе, московское долголетие, которое является проектом правительства города Москвы. У нас есть, ну, вот, шаг к пятерке, я уже сказала, в начальной школе, когда детки уже практически подготовлены, идут домой, и уже только занимаются своим личным каким-то пространством там, играют. То есть все, скажем таки, знания, они уже получают в школе, и, соответственно, выполняют и те задания, которые учитель говорит. Дальше у нас подкладную услугу, если смотреть рыночные стоимости в районе Зублено, то, например, присмотры выхода группы поддонного дня, у нас на прошлый год была ниже, чем по району. То есть у нас в прошлом году стоимость стоила 2,5 тысячи, в этом году она нахожусь стоит 2,7 тысячи. Мы предоставляем расчеты, согласовываем с учредителем данный расчет и указанное утверждение. Большое спасибо. Есть еще вопросы? Можно добавить? Да. У меня просто есть опыт общения с мамами в Юго-Восточном административном округе. Я хочу сказать, вот к этому вашему вопросу, что когда мы переписываемся в группе WhatsApp, очень многие жалуются на то, что с этого года все льготы украли. То есть там печальния, не у нас, и вообще я имею в мою восточную округу, в печальниках, в покойниках. Видите, люди убирают, мы добавляем на ценности. То есть все жалуют, что ее было подроблено, у меня стало платно, и вообще нет скидок ни на что. Все по-разному работают, экономика у всех разная. Нет, ну я могу напомнить, те льготы, которые федерально у нас прописаны, они прописаны у нас в их положении по платным услугам, и они прописаны в услуге по уходу и присмотру групп протонного дня. Это дети-инвалиды, которые у нас обращаются, это дети-сироты, дети, оставшиеся в вес попечении родителей, это дети с туберкулезной интоксикацией, это семьи, имеющие трое и более несовершеннолетних детей, это семьи, в которых один или оба родителей являются инвалидами первой и второй группы, это семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалиды до 18 лет. Это все федеральные коды мы сохранили, в положении они прописаны, и это представляется действительно 100%, и единственное, что она является изъявительной фоной. То есть это родители пишут заявление на предоставление коды, бухгалтерия это обрабатывает, и, соответственно, у него в нее вписывается аппетация на оплату данного. Можно предложить? В дошкольных обсуждениях ввели ужин для детей, потому что от полника, от обеда, от полника еще и с тем же. Может, эти дети на прогрессе тоже какому-то типа полника сделают, пусть бы даже в классе, потому что по обеду в час и находясь в школе до шести часов вечера, он любому проголодается. У нас в образовательном учреждении есть буфетное обслуживание, работает оно до трех часов, до четырех часов. У нас есть контракт с организацией по питанию, которая организована питание и в дошкольном учреждении, и в школьном учреждении. Это компания «Верона». Как раз она с 1 июля 2019 года мы включили большой контракт на год. И в этом контракте прописано меню, которое мы предоставляем детям, и прописано рацион, который мы можем заказывать. К сожалению, такой услуг как полник в школе там не предусмотрено. То есть есть завтрак и есть обед. Я понимаю, что это компетенция как-то нашего образовательного комплекса, но, может быть, это возможно как-то с Вероной отговорить и вообще это сделать нам в Рома Москвы. Давайте сделаем по-другому. Но для начала, я думаю, у родителей, которые посещают группу прогнозного дня, уточни, насколько им это актуально. После того, как мы узнаем, что это действительно востребовано, если есть такие люди, которые питят, там хотя бы 10 человек, тогда мы уже будем общаться с комбинатом питания, потому что, как показывает практика, часть родителей и дают какой-то там, полный детям с собой, печенье какое-то, то, что не портится, не скоропортившиеся продукты. Часть родителей кладут деньги на карточку это москвенок, и дети без проблем могут прийти, пить все, что хотят, в буфете могут? Да. Проблем нет? Нет, хорошо. Поэтому вопрос хороший, в любом случае мы его обсудим, уточним, если есть такая потребность, есть возможность это сделать, может и на уровне города, действительно, мы обязательно ее делать, потому что комбинат в питании, то им только в плюс, если родителям это нужно, то вообще не нужно. Может, какой-нибудь горячий чай бесплатно? Нет, тут вопрос, подожди, бесплатно и не платно. Ну, да, кроме школы, я думаю, может, ухаживать горячий чай. У нас питьевой режим соблюдается на усилий, как бы, да, на все промежутки, то есть, как можно в восемь часов, в девять часов, у нас стоять утро. Единственное, что горячей воды там нет, потому что это обусловлено, ну, с фрагматизмом, понимаете, да, то есть он может так варить, то есть он может быть маленьким, поэтому, собственно говоря, но если, например, ребенок остается, ну, как бы, в двух промежутках дня, то у воспитательного промежутка дня есть такая возможность. В принципе, на лейт, там, чашку горячего чая, если действительно это рефоритная проблема. Садыч. Уважаемые коллеги, я в этой ситуации в предерах того алгоритма, который предложил Ярослав Николаевич. То есть на сегодня нужно понять потребность объема этой потребности, а далее, если действительно есть такая необходимость, то мы нельзя возьмем такую обязанность уточнить, насколько это возможно, как экран, в каком виде и если действительно это нужно, то почему нет? Я так понимаю, что мы поснулись с вами уже и следующих вопросов в нашей повестке, да? И сейчас обсуждаем питание детей, я бы хотела слово предоставить Наталье Крымшенко, чтобы уже закончили этот вопрос, да? По изменению именно в отношении Наталье Крымшенко, да? Да. У нас меню, которое примерно 20 дней вы знаете, что у нас есть от 1,5-3, и от 1,5-7. Мы работали по меню по изменению приложение номер 4. Ну, как вы знаете, что зимой была очень хорошая ситуация в облоге, когда из-за кисломолевающих продуктов дети там болит кишечной инфекцией. Поэтому мы сейчас, в 6-1 сентября, на безопасное меню это приложение номер 7. Чем оно хорошо? Я вас спрашивала наших воспитателей, которые отвечают за организацию читательных учебных процессов, и спросила родителей, что рассказывают дети, да? Что он запоминается и что он не погиб. Но самое главное, что это безопасно действительно меню, так как вы знаете, что в кисломолочной среде очень быстро идет распространение бактерий. Поэтому отказались от сметаны, отказались от творога и отказались от кефирчиков, от сентябрин и все остальное. Заменили молоком, заменили соком, заменили чаем. Тут сегодня спросила в своем корпусе в сентябре больше 50% стали пить молоко. Раньше кисломолочный продукт практически никто не пил, единицы, то есть это все выливалось в унитаз. Молоко, плю. Пошли у нас разнообразные завтраки. Если раньше были в основном каши, то сейчас предлагается каждый день на завтрак каша и какое-то второе блюдо. Это или омлет, или вареное яйцо, или самая любимая их сосиска. Так как она один раз идет в 20 метр меню, но все очень рады. Я как считала, состав замечательный, обновляет и на все быстрый. Именно для малышей все хорошо. Потом исключены свои овощи, в которых могут содержаться какие-то бактерии. То есть все овощи стали проходить теплокую обработку, что действительно говорит о безопасности этого времени. И что отмечают родители, что дети приходят и говорят мы ели, то есть они едят знакомые продукты. То есть очень вкусные салаты, ленивреты, которые дети любят с удовольствием едят. Это и есть. И потом, конечно, радует то, что дети уже утром заряжаются завтраком вкусным и какой-то им вкуснятина дает. Это и печенье, и таранулатый и зефир. Конечно, там 10-15 грамм, но ребенку это очень приятно, то есть они все всегда получают поощрения и идут дальше. Поэтому мы довольны тем, что мы перешли сейчас на 3 минуты. всегда спасибо, Наталья Игоревна. Мы с вами обсудили сейчас несколько вопросов и я так понимаю по нашим дефицитам, что мы можем с вами наверное проголосовать сразу по этим позициям, потому что вот это обсуждение вызвало одобрение тех извинений, которые мы с вами сейчас разрушили. Итак, предлагаю у вас проголосовать согласование положений, изменение видов положений, согласование размера платы за платные показы и платные услуги, согласование размера платы за уход и присмотр обучающих предупрежденного дня, и мы с вами говорили об организации питания, то есть согласование уюта дошкольных отделений и шутников до за против воздержались в виде награждения. Итак, переходим с вами к шестому нашему минуту и отчет заместителя директора по развитию дополнительного образования нашей образовательной организации. Слово представлены Российской Екатерине Еминей. Добрый вечер, уважаемые члены помощного совета. Сегодня я хочу предоставить вам перспективы развития дополнительного образования на 2019-2020 учебный год. На сегодняшний день у нас 536 кружков дополнительного образования, которые как на бюджетной основе представляются, так и на вне бюджета. Я хочу продемонстрировать вам самые новые, самые интересные на мой взгляд объединения дополнительного образования. Как вы видите, по всем нашим шести направленностям они развиваются. Особое внимание хотело бы ваше сакцентировать на техническую направленность. Обучающиеся в нашем образовательном учреждении очень заинтересовались компьютерной грамотностью и для них был открыт бюджетный кружок, как вы видите. Также интересный кружок логики для малышей, так как не только в образовательном учреждении учебных корпусов, но и в дошкольных отделениях у нас также называются техническая направленность и также пользуются популярностью. Также помимо технической направленности очень интересное направление новое это туристко-крывеческое новый наш кружок покоряя вершины и об этом я акцентирую свое внимание в конце своего выступления так как у нас есть даже представители которые уже зачислены в этот кружок и мы вместе с вами расскажем об этом кружке. Ну и безусловно наша социально-педагогическая направленность которая как вы видите увеличивает свою популярность особое внимание уделю шагу пятерки как у нас как у нас подметила что этот кружок у нас реализуется во всех учебных корпусах и на самом деле на него у нас выделено 10 часов в неделю по 2 часа каждый день и родители безусловно заинтересованы этим кружком в связи с тем что на этих занятиях классные руководители занимаются и математикой и русским языком углубленно и в общем-то делаем поделки которые задаются им на дом и когда родители забирают ребенка в дом соответственно дом они уже занимаются своей досуговой деятельностью и не думают о том что нужно сделать дома уроки это очень удобный кружок если по данному слайду вопросов нет я могу продолжить помимо шагов пятерки для начальной школы отдельно были созданы нами опять-таки по потребности родителей утренние вечерние звезда в связи с тем что есть родители которые приезжают достаточно рано в здание и свой рабочий день у них начинается уже с 8 утра и в связи с этим безусловно с 7 утра ребенка не подородить невозможно его оставить просто у здания школы поэтому для таких родителей создан кружок утренняя звезда где детки могут заниматься гимнастикой уфпс с элементами различными различной активности ну и подобный кружок вечерняя звезда это кружок после 7 вечера также для родителей которые работают до подна и не могут забрать детей в школу после продвижения дети в общем-то занятые также интересно проводят деятельность в школе ну и обратите внимание на два также бюджетных кружка занимать предшкольные параметры у нас одна из целей наше образовательное учреждение главной задачей которую мы перед собой ставим это переход дошкольников в наше образовательное учреждение и переход именно в первый класс и в связи с этим безусловно дошкольники посещают наши праздники мероприятия субботы для них у нас созданы в рамках субботы московского родителя в здании школы бывают а вот педагоги особенно начальной школы которые могли бы на определенном уровне рассказать и про математику и ввести детишек в основу информационных технологий или русским языком начать заниматься в общем-то у нас такой практики не было и в связи с потребностью опять-таки родителей мы открыли кружок пришкольная пара где педагоги начальных классов посещают раз в неделю по понедельникам дошкольные наши отделения и проводят занятия обратите внимание какое разнообразие у нас языковых кружков во всех трех образовательных учреждений у нас развивается английский язык безусловно испанский язык и немецкий язык причем у нас открыты кружки песни на немецком языке театр как вы видите на английском языке испанский кружок испанский язык кружок также как для детей так и для взрослых и безусловно языковые кружки также пользуются популярностью и увеличивается у нас процент детей дающих ЕГЭ по английскому языку в общем-то что не могу отметить как заслуга дополнительного образования также наша новинка это бюджетные кружки по которой готовят детей к олимпиадам так как олимпиадное движение на сегодняшний день в России развивается набирает большую популярность мы бы хотели тоже увеличить процент детей которые при правильной и грамотной подготовке наших педагогов также могут занять призовые места на городе поэтому вот такие интересные у нас кружки открыты именно для подготовки к олимпиадам опять-таки повторюсь что это бюджетные кружки и уже сейчас набор практически закрыт так как дети все записаны даже сверх того количества которое предусмотрено кружком и мы будем открывать вторые группы для данных подготовлений помимо этого наше образовательное учреждение предоставляет услуги дополнительного образования для взрослых что безусловно также имеет популярность так как родители после работы не просто сидят в коридоре и ждут своих детей после завершения кружков да в общем-то тоже могут заняться интересным делом ну три направления самые активные это физкультурно-спортивная направленность художественная и социально-педагогическая у нас в каждом здании подоставлены представлены кружки и на танцевальной студии одно из направлений зума я думаю что в этом корпусе многие слышали родители про эти направления занимаются волейбол для взрослых тоже кружок и наша сборная по волейболу родителей с удовольствием участвует в наших массовых мероприятиях те кто были у нас на празднике наследники победы наверное тоже обидели наши родители соревновались в своем зачете ну и появилась потребность опять-таки родителей на футбол для взрослых мы сейчас организовали большую команду футболистов и педагоги ведут данный кружок в связи с тем что в шестом корпусе у нас большой студенок когда кто-то мне был и для родителей это тоже та же самая разрядка тот же самый спортзад только на свежем воздухе ну и немецкий язык опять-таки повторюсь что языками занимаются у нас не только дети но и их родители с удовольствием и вот отдельно хотелось бы все-таки остановиться на нашем новом направлении началась история этого направления развития направления два года назад когда мы заключили соглашение с лабораторией путешествий и для наших детей был организован первый выезд поход в Карелию поход в Карелию это поход в первой степени сложности наши ребята посетили его с нашим педагогным организатором не побоялись трудностей не побоялись каких-то сопротивлений которые могли бы возникнуть по дороге в Карелию в общем-то в достоинство прошли очень тяжелые испытания помимо того что им приходилось ходить по лесникам километров в день они еще брали с собой собак хаски за ними также ухашивали кормили их вели их след за собой и в общем-то целую неделю провели в Карелии и привет с огромным удовольствием восторгом рассказывали всем нам безусловно на следующий год следующим летом да ступилось предложение от ребят давайте съедем еще и в итоге нам удостоили нас путешествие таким подарком нас отправили в поход в Краснодарский край дети были 21 день в Краснодарском крае без телефонов без каких-либо да средств связи да была только рация вот мы все за них очень болели и переживали и это уже поход является первой категорией сложности вот Лиза что ты можешь сказать ребенок который 21 день с гордостью выдержал безостойко прошел этот поход нам значительно понравилось мы прошли 98 километров по хребту мы пересекали хребет горные реки да мы еще пересекали постоянно пересекали было очень дорого тяжело но здорово интересно сколько рюкзак весил скажи пожалуйста до 20 килограмм до 15 килограмм но есть желание еще поехать вот соответственно задачи которые в общем-то в походе были поставлены я считаю что полностью себя оправдали и ребята приехали другими они приехали обновленными готовыми к новому учебному году и в общем-то одухотворенной природой и так как мы хотели бы чтобы наши дети практически все были задействованы данной деятельности открыли новый кружок покоряй вершины для этого кружка сейчас мы закупаем оборудование это палатки спальники рюкзаки как вы видите вот здесь такой небольшой перечень который я уместила в самом основном на самом список достаточно большой но абсолютно для всех зданий будут в общем-то оборудование закуплено чтобы ребята ни в чем не нуждались и на данном кружке наш инструктор один из которых как раз является Сергеевна Елизавета Алексеевна Сизова который в общем-то с ребятами находил в поход будет обучать ребят всех желающих которые запишутся в этот кружок как раз таки да как себя правильно вести да как соблюдать безопасность и в общем-то да рассказывать о тех прелести которые могут им да могут их ожидать в следующем учебном следующем летом по плану нашего кружка у нас планируется три похода три выхода эти выходы будут осуществляться с родителями и педагогами первый из них это однодневный поход в парк в который мы пойдем без все три похода сразу хочу сказать без ничего то есть это однодневные походы второй поход мы попробуем именно задорок наехать третий поход в другой город также одним днем передвигаться будем электрички пешком и я думаю что ребята будут подготовлены более основательно для походу вопрос если хотите более подробно ознакомиться у нас в каждом корпусе есть кураторы доп. образования телефоны есть куратор на портале моск и моск сайт нашей школы в разделе дополнительные сведения дополнительное образование и там вы можете найти все расписания по всем корпусам вы можете найти описание всех кружков а также телефонный куратор и документы которые нужны для зачисления данной объединения если вдруг вопросы возникают которые может кураторы затрудняются ответить мой телефон также есть на сайте и я готова предоставить все необходимое для вас информацию все спасибо дошкольные наши отделения тоже не отстают от школьного и в этом году они принимают участие в проекте повышения эффективности дошкольных у нас увеличился контент дошкольников сейчас вы увидите на первом свадьбе что на 1 сентября того года у нас было 1003 дошкольника сейчас уже 1054 дошкольника это еще не предел еще ребята которые это детство из нас даже доверяют нам своих детей и контингент наш сейчас на сегодняшний день у нас 37 дошкольных групп из которых 32 у нас дошкольных полного дня 4 группы ГКП и 1 семей здесь надо надо выходить на работу раньше чем 3 года исполнится ребенку и у нас получилась во втором корпусе на тихо и на 40 лет 23 и на группу для раннего возраста в настоящее время у нас есть даже воспитанники которым годы 7 это в группе полного дня в этом году еще мы приняли участие в замечательном проекте департамента образования это повышение эффективности работы дошкольных групп на фотографиях видно если 30 человек детей с какими трудностями мы сталкиваемся в каждой дошкольной группе это загромождение и у нас примыкают к отопительным приборам и к окнам и затронение проведения влажной уборки и также сужение пути эвакуации мы приняли участие в этом проекте и очень довольны почему потому что самое главное наша была цель чтобы максимально использовать игровое пространство которое могли дети в каждой группе вот сегодня я была в этом 8-ом корпусе вы знаете ребята расскажите как вам нравится ваша новая мебель и они быстро особенно мальчишки вся мебель легкая на колесиках они что-то выстреливают что это это автомобиль это автобус мы там едем туда-то то есть у них постоянно они освобождают пространство что-то придумывают что-то выдумывают то есть они уже активные участники сами образовательного процесса и что мы выстроили площади помещений групп для игр дальше в спарнях дети могут играть на подиумах вот сегодня зашла часть детей играла на подиуме в конструктор то есть это очень здорово что у них есть возможность какого-то уединения да чтобы бывает как группе шумно многие дети нуждаются в тишине это очень здорово и также обеспечение возможной полноценной двигательной активности у детей вот смотрите они разлинули все да и один столик под другой заряжает и у них огромное пространство игровое получается и вот смотрите это игровая какая среда мебель во-первых светлых тонов да видите как оно все заряжает все трансформируется все очень здорово это вот я с ним фотографировала вот у них кроватки у них огромная площадь еще высвобождается захотели бы позанимались потом все раздвинули а у них есть место для игры да везде конструктор мальчишки что-то достали этот столик стоял в углу они выдвинули и начали играть девочки там что-то играет то есть в тех же прихожих посмотрите сколько места едно кровожение шкафов и очень легко проходит плажная уборка мы планируем на следующий учебный год также продолжать участие в этом проекте и в пяти корпусах дошкольных открыт две такие группы надеемся вас поддержите и мы тихонечку будем идти вперед и как бы детям давать максимально возможности реализации своего творческого и игрокового потенциала вот здорово хочу поделиться такой не спасибо спасибо за внимание спасибо на две группы на группы на утренную группу и вечер как это распределить мы даем наводку воспитателю и психологу они стараются сначала мы попали потому что у нас мы попали вечерний нет я имею в виду у нас два корпуса вы попали на кубанскую на кубанскую в утреное время мы сейчас берем детей которые более подготовлены более старше которые уже за два года 2-2-4-2-6 маленьких мы берем в печать но это очень пластичная и причем там замечательный педагог у меня есть манаталья Сергеевна которая видит каждого ребенка если ребенок готов так только освобождается место других утренней она потихонечку сама просит на эту перевоз то есть в конце года у нас половина печерней группы уже в утренней а некоторые родители наоборот вы знаете вам не походит в график утренней и в процессе ребенок просыпается позже в утренней группы очень пластично так что вам подойдет и поговорим с этими на пассажир ребенок можно нечем не добавить по учебному плану сразу раз уж я задворил об изменении дополнительного образования я хочу нести еще нюансы мы с этого года изменили учебный план в связи с тем что появился с того устранить испанский язык почему возник испанский язык у нас в комплексе потому что даже в будущей первоклассники в собрании сказали о возможности на английском и еще другие языки поэтому испанский язык введен у нас в пятом седьмом и девятом классах пока на законительном уровне в соответствии с государственным обязательным стандартом кроме того мы с этого года начали профилизацию не только в корпусе пятом но в корпусе и шестом и в первом то есть в пятом классе у нас предлагается ребятам шесть направлений которые фактически потом переходят у нас в профильное образование в старшей школе это технологические направления естественно научное направление социально-экономическое гуманитарно-экономическое направление ну и еще мы добавили шестой в пятом классе это можно сказать такой эстетическое направление когда еще и родители в общем-то не знают как поступить да куда пойти и возможность ребят здесь добавляется следующее что в течение следующего года то есть что-то не нравятся То есть они могут понять направление уже в шестом классе, то есть при этом, когда они придут в девятый класс, фактически они должны быть в шестом классе тем, чтобы они уже раньше определялись те направления, которые они хотят дальше рассматривать для своего будущего образования. Кроме того, мы вбели другие корпуса, которые уже в восьмом классе и в девятом, потому что, конечно, учащиеся, которые приходят в десятый класс, должны четко понимать, что нужно на будущее, куда они хотят поступать, какое направление выбрать, ну и какой, естественно, профиль выбрать. Ну а в конкурсе пятом, там работает это в пятом, шестом, седьмом, восьмом и девятом. Вот такие ножки, то есть мы с этого работаем. Ну, то есть у нас, видимо, в данной литературе, а мы русские языки. Продолжаем. С вами работают наши управляющие царика. Я предлагаю вам остановиться на вопросе восьмом. Это отчет о проведенных ремонтных работах в летний период. Снова я предоставляю Тескунову Злату Евгеньевичу, ведущему инженеру по эксплуатации зданий. Добрый вечер. Хотелось бы вам рассказать о тех работах, которые были произведены в летний период. Работы коснулись каждого здания. Хотелось бы на каждом здании остановиться поподробнее. Все работы производились силами подрядных организаций и собственными силами, то есть силами наших оборчиков. Значит, давайте подробнее на каждом адресе остановимся. Это УК номер один. Здесь был произведен ремонт 12 учебных кабинетов, ремонт самозлов третьего и первого этажей, устанавливали противопожарные двери и люки, заменили часть ученической обуви. О, обуви, мебель, пожалуйста. Ремонт коридора. Обуви. Да, обуви. Да, обуви. Обуви. Пробузны. По второму корпусу, это у нас улица тихая, было произведено благоустройство резинового покрытия, благоустройство территории, замену резинового покрытия на прогулочных верандах, подходы к верандам, произвели оформление входной группы, здесь плохо видно, подшили там козырьки. Также устанавливали противопожарные двери, это в помещениях, которые у нас назначены для хранения, которые при определенных условиях могут так или иначе угрожать жизни и здоровью, поэтому решили все это обезопасить и привели в соответствие. Значит, паука номер три, это у нас улица Кубанская, был произведен ремонт шести подъездов, была заменена плитка на лестничных маршах, на разворотных площадках, была покраска произведена, были установлены также двери, был произведен ремонт кабинетов изолога, психолога, частично был произведен ремонт коридора, была замена освещения по третьему этажу и замена электрочастоф третьего этажа. Укануна 4, это у нас улица Кубанская, там ремонт производился практически весь собственными силами, это был произведен ремонт коридор третьего этажа, ремонт подъездов, там менялись стекловои, краска производилась, установка тоже противопожарных дверей, потому что на каждом комплексе, на каждом здании это делали, и ремонт кабинета дошкольного образования, это был разве произведен перед летним периодом. Так, вот в УК-номер 5, это у нас улица Краснодарская, дом 9, тоже был произведен ремонт кабинетов, там 12 кабинетов было тоже сделано, ремонт спортивного зала, большая работа была по замене окон на пластиковые, акцент делался на санузлы, потому что, чтобы соблюсти ремонт, режим проветривания, вот, ну и мы начали первый, второй этаж, сделали для того, чтобы тоже можно было соблюдать режим проветривания, и были нарекания к предыдущим окнам, они были в удручающем состоянии, была уже, ну, назрела сильная необходимость, вот, по благоустройству была произведена ремонт двух спортивных площадок и ремонт отмостки, потому что, ну, здесь тоже на этой фотографии было плохо видно, она была в печальном состоянии все. УК-номер 6, это у нас улица Мариупольская, дом 3, там был ремонт произведен в раздевалках спортзала, частичный был ремонт самого спортзала, ремонт комнаты хранения инвентаря спортивного, тренерская, и частично сделан был ремонт коридора, там был перенос раздевалок и покраска. Так, УК-номер 7, это у нас улица Судакова, был произведен в детский садик ремонт актового зала, потому что там тоже здание, подходит 2007 года, ну, требовало ремонта. У него вот, произведен был ремонт коридора, весь ремонт производился с применением стекла АБФ, а улучшена окраска, потому что, как показала практика, это все-таки позволяет дольше продлить срок службы на стену покрытия, и все-таки он более ремонтно пригоден. Также был произведен ремонт козырька в одной группе, и ремонт раздевалки тренерской, в бассейне сотрудники производили тоже, собственно, села. Вот, УК-номер 8 у нас был самый значительный ремонт, там была произведена как раз замена окон, ремонт девяти групп, потому что там одна группа требовала меньше ремонта, там уже сделали тоже собственными силами, была положена рынка. Значит, в группах, если подробнее останавливаться, была комплексная работа проведена, была сделана, значит, самозлы были сделаны, раздевалки, частично вот как раз, как вот предыдущие, представляли новая вот эта мебель установлена, что тоже требовало определенного вмешательства в ремонт. Потом, значит, мы чувствовали еще ремонт крыльца в одной группе, это вылезло у нас уже впоследствии, потому что, когда при разборке обнаружилось, ну что, как бы, состояние покрытия и основания, оно непригодно для установки, поэтому в моменте уже было принято решение об увеличении объема работы. Хотелось бы показать вам следующий слайд, который вам был представлен перед летним периодом. Все те работы, которые мы планировали, они были выполнены полностью, ну и, как вы видели, объем еще превысил, скажем так, то, что мы планировали. Ну, сумма окончательно еще подсчитывается, потому что она будет меньше, потому что где-то мы подрядчиков прижали, где-то ремонтные работы были выполнены, потому что собственными силами объем работы убрали. окончательная сумма еще пока не подведена, а она не подведена позже, мы вам об этом обязательно доложим. Ну и по блоку устройства, вот тоже все работы выполнены были. Так что, если есть какие-то вопросы, готов ответить. Спасибо. Можно добавить? Ну, ладно. Я хотела бы добавить, что, как представитель сотрудника дошкольного корпуса номер 8, как родители, что в нашем дошкольном учреждении естественно прошел огромный ремонт, очень много сил было туда выложено. Ну и обратили внимание родителей на то, что наконец-то их просьба была услышана, и еще в предыдущем, в противогоду лета, был построен забор. То есть до сих пор мы слышим от родителей благодарность о том, что дети не находятся везде проезжей части. Еще в этом году у нас был старые деревья на 40 лет 23, и они частично уже упали, которые были, соответственно, когда мы монтировали поликарбонат, мы это увидели. И в этом году, вот, как Иван Евгеньевич не сказал, но это как бы к Крыму это не имеет никакого отношения, там были удалены 11 аварийных деревьев в рамках подручного билета. И также у нас были удалены деревья, те, которые представляли опасность для детей, как-то сухостойные. И еще 4 дерева, мы должны быть собственными силами. Вот, поэтому, собственно говоря, там мы оселеняем территорию, то есть была у нас очень красивая картинка, как вы видели, при входе на 40 лет 23, там ярослав трава вообще. Сейчас там прям такие зеленые полярки, прям такие. И в будущем мы планируем туда завести еще грунт и посадить еще траву, потому что, ну, как сказал практика, мы должны всегда находиться. Ну, там есть встречное предложение, дело в том, что деревья, которые находятся на территории корпуса 8, они постоянно приносят на детские участки и мусор во все времена года. Это листья осенью, ветки зимой, весной это бесконечное цветение. И, к сожалению, ну, или к счастью, дворник, конечно, старается справляться, территория большая, но у нас не было очень, но и воспитатели, в свою очередь, тоже способствуют тому, что мы не можем позволить, чтобы дети гуляли на площадке, где есть ветки и мусор. Мы помогаем, в свою очередь. И хотелось бы, опять-таки, научить такое предложение, этот вид деревьев вообще убрать в территории нашего леска, вы сами посадите новый. Новый, 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 дополнительный, да. Сейчас экосистема, все-таки, города Москва, по поводу регенерации воздуха, поэтому с деревьев на самом деле очень сложная ситуация. У нас деревья должны быть на территории, если они уже присутствуют, нам надо их эксплуатировать, поддерживать просто в должном состоянии. Ну, как бы, вы сами видите ситуацию, там несколько лет, грубо говоря, за деревьями не ухаживают. Просто в одночасье это невозможно сделать, в связи с тем, что присутствует определенная процедура согласования, опять удаление, или даже порубочную, ну, не порубочную, ну, не порубочную, билетную обрезку санитарную, еще что-то, да. И не всегда получается выйдет, потому что, на самом деле, когда мы смотрели на них весной, нам оказалось, что они вот-вот оживут, потом оказалось, ну, что они все-таки какие-то частично сухие. Поэтому эта работа будет, ну, не она не закончена, она в любом случае будет продолжаться, все это деревья растут, и будет у нас заехать. В этом году у нас были заключены три контракта на санитарную обрезку деревьев. Все сухостойные ветки были удалены, вот удалены в рамках оболоченной деревьев, еще один же деревьев, четыре сухостойных. Мы, как бы, вот, ну, обрезки в части санитарной обрезки, но у нас есть гипотамент рыбы-пользования, который выходит для троллоков, и отслеживает. На этой территории, вот если тополя, например, можно краневать, и они пойдут снизу, далее, соответственно, делают шахты, то там есть клены, есть синилистные, которые нельзя обрезать. Их можно только формировать, как, ну, грубо говоря, две метра от земли, и, соответственно, удалять вот эту верхушку, но не в полном объеме, а потихонечку. Вот. И это действительно долгий процесс. То есть это может быть не год или два, это долгий процесс. Спасибо. Надеемся, что в течение некоторого времени у нас эта проблема исчезнет. Есть еще вопросы? Я единственное, что хотел отсюда добавить. Вот я вот слушаю листва и так далее, там подобные. У нас есть растения, которые листу не сбрасывают, это вечно зеленые, да? Вот если есть возможность, кто этим занимается, обратите внимание, тем более наш район, это песчаная почва, это именно для еды почвы, самая благодатной почвой является растение, это именно вечно зеленое. Но, к сожалению, на 40 лет 23, в прошлом году в рамках акции «Миллион деревьев» были посажены туи, которые вот сейчас 20 деревьев, ну, если вот, как бы, да, в курсе, да, что они у нас немножко засохли, и как бы стоят и совсем красиво. То есть, как бы, заходишь, и хоть они вечно в доме мыли, потому что сейчас у них уже не вечно в доме. Есть, но они их тоже замещают, то есть у них тоже есть портамент родопользования, который говорит о том, что, как бы, они могут засаживать либо раннюю весну, либо совсем позднюю осенью. Сейчас они, как бы, от нас приняли эти письма, мы планируем 20 ту изменить, они сказали, что они к нам приедут где-то в конце ноября на высадку. Ну, я просто, как бы, по анализу прошлого года, думаю, что выставят они в конце ноября. В ноября, в весну, они вот, как бы, немножко еще поцветут, а уже ближе к калбусу. Все поцветут. Но мы будем стараться. Да, надеюсь, что. Все же, для нашей волосы, это все-таки больше елки, ели, сосны, да, которые мы превысили, которые в преддверии Нового года могут радовать глаз. У нас с вами есть такая практика, когда поступают вопросы от родителей в онлайн-режиме. И мне бы хотелось такие вопросы сейчас зачитать, потому что вы могли обсудить, или, может быть, даже принять какие-то решения. Первый вопрос, который поступил от родителей, это по спортивной площадке для волейбола в Муре-Убиске. Задают вопрос, возможно ли сделать второй выход на данной спортивной площадке. Мне кажется, на этот вопрос уже отвечал Ван Афгеневич, и обещал кому-то, до какого-то сентября его сделать. Поэтому до конца сентября мы его должны сделать. Следующий вопрос, который задают родители, даже как просьба, установить дополнительные юрны в школьных отделениях, в раздевалках, вахтовых замах. И такое предложение вносят, можно ли это сделать. Площадка, в частности, на Краснодонской улице, где мы сейчас с вами находимся, можно ли заменить детские горки и установить спортивные элементы, оборудовать площадку для настольного тенниса. По порядку на этот вопрос отвечу. Урны дополнительные вообще не проблемные, мне кажется, они у нас закуплены. Если мы будем просто выставить, может быть, в связи с тем, что у нас там менялись ответственные за хозяйство лица, кто-то где-то их потерял. Но я знаю точно, что они есть, поэтому до конца сентября мы их везде расставим. И если будет такая необходимость, закупим еще. Потому что чисто не только теннис выбирают, но и теннис следят за этим порядком. Если урны действительно нет, то панчики здесь бросают туда, попадется, к сожалению. Поэтому чем больше будет гор во всех местах, тем чище будет шкури. Поэтому если по поводу горок и мафов вопрос проработаем, это в любом случае не ранее летнего периода следующего года, потому что это достаточно серьезный объем, который нужно провести через конкурсную процедуру, либо через благоустройство территории, но как раз таки эта территория сейчас и в области. Да, в следующий год. И если префектура согласована, то территория вся попадет под благоустройство. Следующий вопрос, который задают родители. Есть ли возможность у школы организовать бесплатные билеты в театр? Тут вот на сегодняшний день не совсем я уверен, что есть возможность у школы совсем бесплатно, но хочу сказать, что мы, в принципе, можем и купить эти билеты за ту часть, которая у нас остается там на развитие проектного учреждения. И у меня тут вот к этому вопросу есть еще, знаете, какой ответ, наверное. Можно продумать эту историю как поощрение детей, которые являются, например, активистами школы, которые являются отличниками в учебе, отличниками в каких-то направлениях. То есть, чтобы это все-таки было не просто вот давайте всем раздадим эти билеты, а чтобы эта процедура была понятна, о ней нужно в любом случае написать на сайте, раскидать во все наши социальные сети, чтобы дети понимают, что, грубо говоря, я вот такой вот хороший молодец, меня поощряют каким-нибудь хорошим билетом. А куда билеты, мы уже у детей спросим. Они хотят в театр, потому что они не в театр, хотят в кинотеатр. И может не в балет смотреть, а какой-нибудь фильм современный. Готов рассмотреть вопросы кинотеатра или театра. У нас тоже, да, многие дети знают, не знаю, присутствующие здесь, бывали ли не бывали, что у нас есть несколько кинотеатров рядом. Это молодежный кинотеатр Тула, который с нами сотрудничает, всегда приглашает наших детей, в том числе на бесплатные просмотры. Буквально в прошлую пятницу все обучающиеся начальник школы первого учебного корпуса ходили, ну, кто хотел, ходили на просмотр нескольких фильмов, в том числе один из них, который был детский мультфильм, «Король. Довольны они остались современными». То есть это не какие-то фильмы 80-х, это все то, что сейчас показывают в кинотеатрах. Поэтому возможность такая есть. Обязательно, Александр Анатольевна, до конца сентября, вы себе, прям, помните, нужно разработать какое-то положение о поощрении обучающихся вот такими вот видами активности. То есть не обязательно, чтобы эти дети были все отличными, потому что кто-то наверняка в спорте преуспевает, кто-то просто в школьных делах помогает нам участникам, прорышит в совете, решает эти вопросы. И, естественно, их нужно поощрять. И последний вопрос, который интересует родителей, эффекта работы клининговой компании, изменилась ли на этот учебный год клининговая компания, и что предпринимает школа по работе именно с данными компаниями в стремлении более качественной уборки помещений? Я отвечу на вопрос, если я вдруг не туда, куда дойду, а Настаси Борисовичу попрошу поправить. Мы в прошлом году с клининговой компанией, которая была расторглена договор в одностороннем порядке в связи с тем, что они часть задачи не выполняли, после чего был отыгран новый большой контракт, и буквально с августа месяца у нас зашла новая большая организация, в которой на сегодняшний день претензий нет. Дальше будем с ними работать, если будут претензии, будем, грубо говоря, расторгаться, исключать новые договоры, по крайней мере, по опыту прошлого года. Все-таки после претензий они работать стали лучше, а мы на этом сэкономили, за счет сэкономленных средств мы смогли сделать такое большое количество ремонтных работ. Соответственно, сейчас претензий у меня лично и у сотрудников, у детей все равно общаюсь, пока нет. Значит, они работают хорошо, если будут работать плохо, мы в любом случае будем контролировать, вести претензионную работу и при необходимости расторгнуть его. Есть ли еще какие-то вопросы по главной теме, которую хотели бы сегодня затронуть, на нашем заседании? Знаете, пока мы тут заседали, и она написала, что родители, которые посещают волейбол для взрослых, очень хотят, чтобы у них чуть ниже была цена. Я вот, знаете, в разделе разное готов, так как услышал, что у нас в одном из положений есть льгот, который упоминает директор школьной, я вот в этом конкретном кружке, который называется «Волейбол для взрослых», готов утвердить скидку 30% всем родителям, которые являются родителями наших обучающихся. Потому что в прошлом году кружок посещало, по-моему, 16 человек, из 16 лишь 8 были наших родителей, а 8 родителей из других образовательных организаций. Поэтому записаться через портал. Через портал. Через портал. Через портал, потому что? Да. Соответственно, всем... А у них можно с получающимися? На стане кружка волейбол для взрослых. Он от 18 до... Сказите. ...теконечности. Соответственно, 30% я готов эту скидку предложить всем родителям, которые являются родителями наших обучающихся. Они, как правило, тоже родители наших обучающихся. Потому что у нас, по-моему, учатся все наши дети, которые сотрудники у нас родителей. И сотрудники? Итак, повестка наша дошла к концу. Заседание отправляющего совета у нас с вами завершено. Спасибо вам большое за разный год. Напоминаю вам, что до следующего заседания отправляющего совета нам предстоит с вами подпадиться над нашими планами работы, для того, чтобы до следующего заседания и подпадать. Спасибо огромное. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо.